здравствуйте мои любимые ну что ваш одуванчик снова в эфире и готов обозревать для вас новую парфюмерию открывать новые красивые ароматы напомню что мы парфюмерию недорогую с вами сейчас рассматриваем и ищем в ней все самое красивое и роскошное для того чтобы собрать мне дорогие опять же парфюмерные коллекции 8 новых ароматов мы сегодня с вами изучим досконально протестируем их и сделаем вывод надо она нам или нет все ссылочки вы найдете в описании под видео также мой скидочный промокод на 10 процентов на рандеву где я всегда заказываю парфюмерию он называется 10 love shop он постоянно многоразовый запомните его применяйте при всех последующих заказах он суммируется со всеми скидками акциями на сайте и действует абсолютно на весь ассортимент и давайте долго не буду растягивать вступление приступим уже к ароматам всем желаю приятного просмотра и начать сегодняшний обзор я хочу с парфюма от жульетт хэзэган который называется лили фэнтези и собственно флакон точнее его цвет говорит сам за себя потому что он лиловый причем лиловая верхняя его часть и она плавно перетекает в прозрачную что мне очень нравится аромат этот исключительно для женщин и описывается он как белый цветочный амбровый туберосовый очень-очень интересно среди недорогих ароматов вот он мне попался кстати он не популярный да то есть в арома боксах его не встретишь я думаю что мало кто знает да из вас этот аромат тем и интереснее принадлежит он группе фруктовые сладко цветочные и ой какая здесь интересная верхняя нота это жевательная резинка не знаю будет ли она делать этот парфюм дешевым слишком каким-то подростковым я вообще не чувствую два пшика нанесла и не чувствую ну-ка если на руку вот теперь чувствую чувствую непонятно что нет жевательные резинки я здесь не ощущаю то есть резинкой love is здесь не пахнет да но немножко есть какой-то не знаю по мне это сразу белые цветы в виде туберозы и жасмина причем они такие легкие еле уловимые как будто бы их и нет ни на блотере не на руке их практически не ощутить и базы там броксан и амбра ну собственно понятно почему этот аромат такой непопулярный вот все таки жевательную резинку я здесь расслышала сейчас когда прям очень очень сильно внюхиваюсь в этот аромат именно не слушаю себя внюхиваюсь по-другому не назовешь нет но это пахнет жвачкой и чуть-чуть белыми цветами сейчас прям жвачка жвачка не знаю кому хочется пахнуть жвачкой и отдавать за это такие деньги мне кажется вряд ли кому туда мужу все нам не по 15 лет как-никак следующий парфюм который мы с вами рассмотрим называется качми от бренда кошарель аромат это для женщин он описывается как бело цветочное миндально-цитрусовое что мне очень нравится здесь очень симпатичный флакон согласитесь прям такой жизнерадостный правильные формы какие-то вот круги здесь много-много кругов и крышка такая виде каких-то мыльных пузырей все это очень мне нравится поднимает настроение принадлежит группе цветочные и да здесь хорошие ноты мне прям даже интересно как это будет звучать потому что все ноты мне нравится открывает этот парфюм петит грейн плюс итальянский мандарин до петит грейна здесь много если хотите узнать как пахнет петит грейн вам нужно заказать пробник этого аромата потому что вы сразу уловите услышите он такой зеленый немного дальше чем-то лавром отдает но в основном такое как бы да аромат зеленого чая дальше итальянский мандарин да не делает этот петит грейн холодным в середине открывается жасмин итальянский и тунисский апельсиновый цвет то есть для цветочность у нас здесь в середине и в базе миндальное молочко амбра и древесные ноты далее молочко это очень красивая нота древесные ноты здесь такие мягкие очень легкие и амбра виде афродизиака сейчас этот парфюм очень нежный еле уловимый древесная легкая база очень легкое миндальное молочко даже не ярко выраженное вы практически даже не поймете что она здесь есть да белые цветы очень легкие очень нежные прям такие какие-то размешанные с воздухом да сейчас это так сейчас апельсина практически не слышно аппетит грейна не слышно но изначально когда я только вдохнула этот аромат этого аппетит грейна было много и он был какой-то пряный отталкивающий а сейчас это то что звучит практически как воздух я практически этого не ощущаю то есть я думаю что это будет такой парфюм от которого нет толком никакого смысла да что вы его нанесете и он летит вот сколько минут я его обозревал я его уже практически не ощущаю либо нужно будет наносить его в каких-то сверх дозах поэтому да несмотря на привлекательность флакона несмотря на симпатичные ноты и я скорее скажу этому парфюму нет чем да дальше следующий аромат который мы с вами рассмотрим называется силван от руж банни руж аромат для мужчин и для женщин о чем нам свидетельствует дизайн флаконом и мне это очень нравится хотя этот дизайн скорее мужественный чем женственный да согласитесь но это что-то изысканное потому что здесь матовое серое стекло здесь древесная фактура на этом стекле здесь металлический ободок на котором выгравировано название парфюма и бренда красивая здесь правильной формы черная крышка и описывают этот аромат как древесно свежепряный и фужерный да я думаю что мужественности здесь будет немало принадлежит он группе древесные шипровые да мужественности здесь точно будет немало и также исходя из нот открывается этот аромат ягодами можжевельника да делает это все очень таким прохладным и колким и пряным перец черный и грейпфрут это все охлаждает освежает и тоже делает немножко горьковатым то есть такой прям пряно-горковатое вступление дальше в середине гваяк и ладан тоже мужественные такие ноты и базы здесь кетровая с почулями почули мы здесь ощущаем по полной программе и мускус в виде афродизиака то есть полная противоположность прошлого аромата если тот был очень сильно женственным и практически не ощутимым да мне кажется деньги на ветер то этот аромат уже слышится хорошо и он такой прохладный до сих пор пахнет перцем ягоды можжевельника тоже такую какую-то прохладу придает плюс грейпфрут да почули здесь чувствуется не знаю если вы девушка если вы любите прям такие вот унисексовые ароматы в мужественную направленность то вам это понравится но по мне это прям мужской аромат очень много нот здесь указывает на это ну и я чувствую туда для меня это прям как-то грубовато и горьковато следующий аромат от бренда lacoste l.12.12 rose в нежно-розовом флаконе фактура такая как пола да вот их футболки пластиковое какое-то обрамление флакона пластиковая крышка достаточно бюджетный аромат аромат исключительно для женщин описывается как розовым мускусно цветочный и принадлежит группе цветочные фруктовые здесь всего шесть нот и давайте посмотрим стоит нам его заказывать или не стоит ой красиво мне нравится здесь на старте зеленый мандарин освежается прохладной зеленой мятой и это очень красивое начало такое натуралистичное одновременно и сочная из-за мандарина но очень зеленые из-за того что и сам мандарин зеленый и мята здесь тоже зеленая ой супер просто в середине открывается цветочность это роза и франжи пани не очень люблю как пахнет франжи пани немножко такой кисловатый аромат у этого цветка но здесь все в меру все мы прям забываем о зеленом мандарине мяты и полностью окунаемся в розу и франжи пани какое здесь яркое переключение да из верхних нот в средние и в базе это два афродизиака это мускус и амбретто то есть природный заменитель амбре в общем база у нас такая легкая практически воздушная невесомая в конце это пахнет нежной розой чуть-чуть таким кисловатым франжи пани в хорошем смысле она здорово освежает эту розу плюс чуть-чуть слышим отголоски зеленого мандарина и мяты хороший аромат прям прекрасный для его себе оставлю потому что первые три они все были мимо меня а этот на наконец-то хороший дальше следующий аромат в таком прекрасном флаконе мы с вами в прошлом обзоре разбирали аромат от этого бренда из этой же линейки только с другим названием да он такой был в голубом флаконе здесь флакон прозрачный даже немножко цвета шампанского здесь золотая крышка золото золотая корона в этой крышки такая прям вся резная красивая дальше бантик здесь в виде ленточки такой оранжевого цвета яркого и медальончик да на этом бантике находится недорогой аромат но прям вложились флакон сам флакон такой огранион и красивый опять же правильной формы но прелесть да всем бы было бы приятно на своем туалетном столике его созерцать аромат исключительно для женщин описывается как амброво-цветочно-цитрусовый и принадлежит группе цветочные здесь всего четыре ноты но они еще какие я очень большие надежды возлагаю на этот парфюм потому что но это прекрасное девочки это то что нужно обязательно заказать господи это пахнет как раз так как мне и хотелось удивительно красиво как редко я попадаю прям в то что вот на сто процентов моё и чтобы я очень хотела носить мой как это здорово так ладно а нотах верхняя нота здесь одна это прохладный сочный ароматный бергамот но этот парфюм не холодный из-за того что мы практически сразу же слышим и средние ноты это великолепное сочетание цветка нектарина плюс жасмина очень теплый цветок нектарина мы знаем как пахнет нектарина и вот цветок пахнет еще приятнее то есть это тот же нектарин плюс цветочностью ароматный такой теплый розовый это здесь главная нота в этом аромате жасмин тоже потрясающе и он очень красиво дополняет этот цветок нектарины и такой прекрасную цветочность создает и база здесь легкая нежная виде афродизиака в виде белой амбры и ничего здесь больше не нужно потому что этот парфюм полностью самодостаточный как хорошо что они стали его усложнять и опошлять какими-то почулями ничего здесь не стали добавлять чтобы мы могли насладиться этим практически моно цветком нектарина потрясающим теплым нежным таким ароматным ой как это вкусно как это великолепно и флакон такой потрясающий какой хороший бренд какие они молодцы да очень советую вот этот вот послушать дальше на с вами не менее интересный аромат от бренда лолит олимпика называется мон премьер парфам и это аромат для женщин в прошлом обзоре мы также с вами рассматривали яблочко то от этого бренда там немножечко другой был дизайн здесь тоже яблочко но она такое с большим количеством граней как будто бы из какого-то алмаза да вот даже не вырезали как будто вот кусочек какого-то алмаза не ограненного он голубого цвета даже синего да золотые надписи такие красивые ажурные золотая крышка в виде сердца цепочки висят с логотипом но очень красиво и этот парфюм описывается как сладкий мягкий пряный и пудровый и принадлежит группе цветочно-фруктового сладкие давайте посмотрим здесь снова как и в той версии вишня звездчатый анис и лакричник а также фиалка и корень ириса да но здесь еще добавляются дополнительные ноты то есть я думаю что эта версия будет очень сильно похоже на прошлую версию но в более сложном исполнении мне нравится что здесь на первом месте находится вишня в верхних нотах это пахнет вишней и как это красиво и звездчатый они сделают ее прохладной и пряной прохладно-пряной не люблю я анис я его здесь очень хорошо слышу я конечно вот положа руку на сердце не восторге от этого аниса но вот так вот видит этот аромат создатель и дальше нота плюща именно как пахнет плющ обманывать вас не стану изучу попозже обязательно этот вопрос даже в середине нас встречает лакричник вот этот опять же такой пряно-холодный который прекрасно подчеркивает звучание аниса дальше пудровость виде одновременные фиалки корня ириса то есть такая двойная пудровость дальше крупный такой цветок который называется амарилис цветочности здесь передает и в базе здесь появляется пролине то есть конфетная гурманская съедобная нота плюс ваниль который очень любят сочетать с пролине плюс бобы тонко мускус и ветивер да то есть у нас здесь один афродизиак в виде мускуса и ветиверовая база ветивер здесь чувствуется хорошо но если честно мои виски уже начинают сходить с ума от такого количества пряностей холодных которые мне не подходят и не нравится так красиво это все звучало изначально но столько дальше прибавилось не моих к сожалению но может быть кому-то эти ноты подходят наверняка они кому-то подходит для кого-то же создан этот аромат да ну вот просто честно скажу что это не мое но это красиво если вы любите какие-то пряности то обратите на него внимание следующий аромат называется ритуэль the orient secret for айсенберг аромат для женщин и описывают его как древесно-цитрусово-почулево-удовый и он как раз вот в таком вазоне да это даже не флакон это вот какой-то ритуальный вазон очень красивые с прозрачным дном сам он в оранжевом таком цвете не прозрачный так красивые здесь надписи ключик и здесь повешен ой боже какой классный ключ мне прям хотелось бы вот этот ключ себе куда-нибудь повесить в рим тоже такой магический красивый здесь ободок такой какой-то растрескавшиеся на как будто бы и золотая круглая крышка интересный флакон люблю когда заморачиваются создатели над флаконом принадлежит группе восточные да я сразу же вижу здесь пачули гваяк и ут к чему я отношусь осторожно потому что боюсь что эти ноты придадут излишней унисексовости аромату хотя заявлено что это роман для женщин ужасный ужас это очень сильно неприятно это очень много у да причем такого холодного такого горького такого резкого вот бывает красивый у да вполне себе подходящий для женщины это это кошмарный у с огромным количеством пачули здесь вроде встречать нас должны бергамот и лимон да дальше уже должен появляться вот плюс смягчать его должны жасмин и роза в базе появляются колки пачули гваяк здесь усиливает звучание у да амбра и мускус здесь являются афродизиаками воздушными до которые привлекают противоположный пол и ваниль здесь теплая мягкая должна как-то вот эту вот базу успокаивать но нет мы сразу же слышим уд холодный острый резкий горький и сразу же с пачулями и никаких вот этих вот всего вот этого остального мы не слышим поэтому точно нет но я бы даже на мужчине не хотела слышать этот аромат бы вот так вот дальше последний аромат на сегодня от ральф лорен называется ральф лав вот у меня этот бренд ральф лорен ассоциируется с сериалом друзья там потому что рейчел грин да в каком-то сезоне начала работать на ральфа лорен и в каждой серии звучал этот бренд и вот у меня вот встречу грин ассоциируется до аромат это для женщин описывается как древесно-пудрово-цветочный и принадлежит группе восточной цветочной подается это все очень красивым таком футляре а сам флакон в виде сердечко да он на такой подставочки потому что иначе он стоять не будет остается да вот таким форме сердечко а само содержимое заливается в круглую в круглую такую емкость и крышка здесь красивая золотистая с сиреневым каким-то таким камнем сверху в общем да тоже заморочились и здесь уже побольше нот я бы даже сказала и здесь много они здесь такие разноплановые интересно как они будут звучать открывается этот аромат ягодами я вот так вот машу здесь полутором около себя и я чувствую ягодный аромат и мне это очень нравится ой как красиво вообще мы с вами уже рассматривали от этого бренда несколько другую линейку ароматов на все они очень красивые до получились и здесь вот тоже замечательно ничуть не хуже ягоды я чувствую много сочных таких немножко кисленьких приятных ягодок дальше магнолия здесь так хорошо раскрывается мы ее так отчетливо слышим какая она ароматная такая приятная вы знаете даже нисколько не свербящая очень слышимая очень заметная дальше мимоза здесь желто цветочная теплая очень красивый старт все уравновешивается здесь хотя мы долгое время слышим просто ягоды то есть постепенно здесь нотки прибавляются переливаются что мне всегда нравится в середине открывается нам роза классическая плюс немножечко иланг иланга сейчас это розовый аромат с добавлением верхних ноток в базе это сандал плюс ветивер то есть да такая древесность природность у нас здесь два фродизиака в виде мускуса и амбры ваниль здесь делает это все тепленьким куринириса делает это немного пудровым и пачули придают здесь чуть-чуть характера колкости это потрясающе красивый аромат вот у них опять получилось вроде одежду до такой красивый производят но и на рынке парфюмерии им тоже удалось замечательные ароматы создавать но вот и все на сегодня у меня получилось из 8 ароматов меня попали только 3 то есть не такой удачный улов у нас сегодня но мы для этого эти ролики проводим чтобы отбирать отбирается самое лучшее да так что спасибо вам большое что посмотрели это видео что разделили со мной радость познания этой парфюмерии разворачивайте пожалуйста описание чтобы найти все лежащие там ссылки на мою парфюмерную совместную закупку ссылочка самая верхняя в описании вам нужно подписаться на телеграм-канал и ждать когда я публикую в нем объявление о том что открываю новую совместную закупку и я смогу вам заказать абсолютно все что вы хотите на рандеву с 30 процентной скидкой дальше подпишитесь пожалуйста на мои соц сети в особенности на яндекс цен там есть монетизация раз в неделю вывожу по 900 рублей и это просто счастье неимоверное потому что ниоткуда сейчас больше за просмотры выводить до собственные деньги и они оттуда реально выводятся вот подпишитесь пожалуйста на мои телеграм-каналы в одноклассниках вконтакте я буду вам там очень рада и оцените обязательно это видео лайком и напишите хоть что-нибудь в комментариях хотя бы смайлик вы мне очень поможете в продвижении этого видео но и все наверное на сегодня всех люблю целую обнимаю безумно рада новой встречи с вами следующее видео выйдет традиционно завтра встречаемся теперь с вами каждый день чему я еще больше рада так что всем до скорых встреч а